Затопленные подвалы не только жители 40-го дома по улице Первомайской хотят сберечь свое жилье. За помощью они обратились в редакцию «Вестей». 85 свертков с героином сотрудники МВД России по Малокрачевскому району совместно с УНК МВД по республике и ФСБ задержали троих жителей Ставропольского края. РУСФОН собирает средства для помощи 9-месячной Алие Тулпарова. Ее диагноз – асимметрия черепа. Малышке требуется серьезное лечение. Предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд по Черкесску в местах, где чаще нарушают. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести» Карачаева, Черкесия. В студии Дарья Тендит. Проблема одного из домов региональной столицы регулярно дает о себе знать после длительных дождей. Хлюпающие от влаги подвалы потом еще долго напоминают горожанам о необходимости как-то сберечь свою собственность. За помощью они обратились в редакцию «Вести» и подробности в сюжете корреспондента Артура Махцы. Тут стояла по колено тоже. Управляющая компания никогда не чистила, да, ваш подвал? Жители 40-го дома по улице Первомайской пригласили в гости всех, кто мог бы помочь им с устранением течи в подвалах. И не только с этим. Впрочем, захламленные помещения под многоэтажками Черкеска в большей степени вина самих горожан. А вот подтачивающая фундамент вода – та еще проблема, от решения которой зависит комфорт проживания и целостность самого здания. Со слов жителей, поступает какая-то, какие-то воды поступают в подвал. Жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, письменно я подчеркиваю. Потом, выждав какое-то время, реакция есть или нету, обратиться в государственную жилищную инспекцию КЧР. Обязательно обращение должно быть письменно. И вот тогда уже госжилнадзор совместно с управляющей компанией решает этот вопрос. Понимает, кто виноват, причина, может быть, какая-то ресурсоснабжающая организация задействована. Если это не помогает, жильцы должны обратиться в прокуратуру города Черкеска, либо Карачаева Черкесской республики. Представители регионального жилнадзора и Народного фронта по Карачаево-Черкесии опросили собственников квартир и подвальных помещений. Так, сами жители пожаловались на то, что им приходится самим прочищать вентиляционные каналы. Некоторые горожане сочли виновными в своих бедах коммунальные службы. Вент-каналы? Или что, почистить? Вентиляция. Это очень серьезная вещь, потому что... Ну ладно, я им даже помогал. Я говорю, а рядом что? Сказали, что это должны делать мы лично. А рядом еще хуже забиты. Там еще хуже забиты. Там и изхождение яйца и духлые голуби там валяются. Электрик бедный пришел, собрали какие-то провода и какой-то выключатель. Вот это он сделал. На второй день уже погас. Подвал, за все нельзя. Там сыро, там темно. А сыро почему? Сыро, потому что течет везде. В основном течет. Все трубы, которые делали. Если дела с прочисткой вентиляционных каналов и электропроводкой действительно обстоят не очень хорошо, то проверка подвалов показала, что сами коммуникации заменены. Однако в период дождей вода все равно затапливает помещение под жилой многоэтажкой. Оттуда идет, если... Оттуда канализация. Оттуда заполняется? Оттуда пошла канализация. А если дожди идут, вода идет отсюда. А самый худший валяй, когда я оттуда, я отсюда. Новый осмотр проблемного участка прошел в присутствии представителя управляющей компании, который рассказал о ранее проделанной в доме работе по замене коммуникаций. Предварительный вывод делаем, что управляющая компания здесь не при чем, потому что инженерные сети поменены фондом капитального ремонта, мы видим там, но грунт все равно сырой. Также находятся колодцы водоканала рядом, но колодцы заполнены канализацией. Существовала вероятность, что вода в подвалы поступает из-за неисправности канализационных колодцев. Было принято решение провести ремонтные работы, но чтобы их провести, нужно было получить разрешение мэрии на вскрытие плиточного покрытия данного двора. Соответственно, было направлено письмо в коммунальный отдел мэрии, на что получили положительный ответ и провели ремонтные работы по демонтажу кирпичного колодца, так как дом старый фонд, и установили новые бетонные кольца с заделкой герметичных швов. В данный момент в регионе относительно сухая погода. Подтопление подвала будет снова заметным на фоне длительных дождей. Если проблема не будет решена, общественники и коммунальщики рекомендуют жителям обратиться в муниципалитет, чтобы были предприняты меры по комплексному водоотведению грунтовых вод. Артур Мкц, Виктория Карпенко, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. В Малокарачаевском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотического средства. В результате осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 85 свертков с героином. Сотрудники МВД России по Малокарачаевскому району совместно с УНК МВД по Карачаево-Черкесии и УФСБ задержали троих жителей Ставропольского края. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группа лиц по предварительному сговору в значительном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. 9 июля на временно установленном пастущей 9 села Красный Курган была установлена машина марки «Лада Гранта», водителем которой являлся 38-летний уроженец города Пятигорска. В машине также находились двое пассажиров, а именно мужчина и женщина, также жители города Пятигорска. В ходе осмотра автомашины у пассажира, а именно женщины, было обнаружено и изъято 8-5 пальмерных сверков с порошкообразным веществом. Со слов женщины, данное порошкообразное вещество является наркотическим средством героин, которое предполагалось ими распространить на территории Корчащей Черкесской Республики путем установления тайников закладок. Рождение ребенка – долгожданное событие. Особенно горестно, когда у ребенка возникают проблемы со здоровьем. В следующем нашем сюжете мы расскажем о маленькой девочке. Алия Тулпаровой всего 9 месяцев, но малышка уже столкнулась с необходимостью прохождения серьезного лечения. Этот процесс невозможен без нашего с вами участия. Мадина Каракетова подробнее. 9-месячная Алия – веселая и активная малышка. Хорошо кушает, любит танцевать под синий трактор и подвижные игры. Уже говорит мама и папа. На первый взгляд даже и не скажет, что у девочки какие-то проблемы со здоровьем. Но недавно ей поставили диагноз – асимметрия черепа. На то, что с головой ребенка что-то не так, мама Алии Анжела обратила внимание сразу же в первые дни после ее рождения. В роддоме, когда уже дали ребенка, я обратила внимание, что у нас голова чуть в одну сторону выпуклая. Врачу сказала, она мне сказала, укладывай на другой бочок. Мы выписались на третьи сутки после роддома. На следующий день педиатр, когда пришел, тоже я показала. Сказали, что ребенок лежал, наверное, на одном веку. И тоже такой же советовала. Потом я замечаю, что у нас это не проходит. И уже начала смотреть в интернете. Родители детей с такими же диагнозами рекомендовали Анжеле обязательно проконсультироваться у нейрохирурга Леонида Сатанина в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко, что немедленно и сделала Анжела. Я проконсультировалась, записалась, нас пригласили. Время, конечно, у нас прошло. И пока мы записались, месяц ждали запись. Но нам подтвердили наш диагноз, мои предположения. Врач Сатанин, нейрохирург, очень хороший, грамотный, кстати. Он нам сказал, что у нас уже глазки в разные стороны, асимметрия пошла, ушки ствинулись. И что нам операция не нужна, нужен шлем. Краниально-ортеза, или попросту шлем, изготавливается для каждого ребенка индивидуально с использованием данных обследования компьютерной томографии и компьютерного моделирования. Ношение такого шлема позволит черепу альи расти в правильных проекциях и будет препятствовать его патологической деформации. Активнее всего шлем помогает, если носить его в раннем возрасте, когда кости являются наиболее пластичными. По мере роста черепа шлем подлежит замене, но краниально-ортез стоит недешево. Дал нам номер телефона, мы связались там, где делают шлем. А там нам предложили уже, что можно через фонд оплатить. Чтобы приобрести шлем, нам нужно время, чтобы самим собрать деньги. У нас время ограниченное, потому что ребенок растет. Мы так поздно обратились. Нам надо было в 3-4 месяца уже носить этот шлем. Поэтому мы обратились в фонд за помощью, чтобы он нам помог. Сумма шлема у нас получается 180 тысяч. Для помощи Алие отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму, например, «Дети 100». Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке QR-кода. Другие способы помощи на сайте РУСФОНДА. Ахмадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сотрудники госавтоинспекции по Черкесску провели профилактический рейд, направленный на предупреждение пресечения грубых нарушений ПДД. В ходе проверок полицейские выявили 57 административных правонарушений. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Проведя развод сотрудники госавтоинспекции по Черкесску определили рейдовые группы, которые будут направлены по тем местам, где чаще происходят нарушения. Полицейские останавливали водителей и проверяли их на наличие неоплаченных административных штрафов. Сотрудники ОГИБДД отмечают, что невнимательность, а порой и незнание правил дорожного движения несут опасность всем окружающим. Также будет делаться особый акцент при проведении рейдовых мероприятий на выявлении транспортных средств, на которых внесены изменения в конструкцию, которые не узаконены. Это у нас бывает вообще, может быть, это у нас и газобаллонное оборудование, это у нас и всевозможные бамперы, спойлеры, которые не соответствуют конструкции транспортного средства. Это у нас и платные системы, которые по сей день у нас мешают нашим гражданам, в том числе и по городу Черкесскому, очень много жалоб. В ходе рейдового мероприятия были выявлены такие нарушения, как незаконное установление плюночного покрытия, выезд на встречную полосу, нарушение правил перевозки детей и управления состоянием опьянения. Мы все с пониманием относимся к таким проверкам. И, безусловно, каждый из нас должен соблюдать правила дорожного движения, говорят водители. Правила ПДД дорожного движения соблюдаю, не нарушаю, стараюсь, точнее, не нарушать. Ну, бывает, что греха-то, и там, превышаю, и все что-то, но вовремя оплачиваю. Вот сейчас штрафов нет, проверили меня только что. Ну, если вы штраф получили, какая выгода идет человеку оплатить штраф? Если он не оплачивает в течение, по-моему, двух недель, то у него штраф удвоится. Так что да, там есть смысл оплачивать. За превышение там 250 рублей, по-моему, потом уже 500 рублей, поэтому, ну, хочешь, не хочешь, лучше оплачивать. В итоге полицейские выявили 57 административных нарушений участниками движения. Также при проверке документов сотрудники госавтоинспекции проводили разъяснительные работы по соблюдению ПДД с водителями. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее смотрите интервью с директором филиала Академии ТОП в Черкесске Еленой Чернеевой. Она расскажет об информационных технологиях и значимости программирования. С ней встретилась Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь.